всем привет костелло здесь и недавно на море тв начали перезаливать ворониных все причем сезоны и старые и новые все 24 и я даже сохранил у себя на канале плейлист потому что с этой новостью я начал пересматривать воронин потому что воронин это моя эпоха это моя ностальгия мой стс и чак решил сегодняшний теле было этому посвятить чему я несомненно рад и решил сразу поставить лайк потому что очень приятно будет это обсудить и плюс как родились воронины ну все очень просто это адаптация все любят реймонда причем первый сезон он старался копировать какие-то серии я вот даже находил эти серии во все любят реймонда потому что мне очень сильно тогда понравились воронины и я решил посмотреть собственно говоря и американскую адаптацию посмотрел так пару серии но воронин и мне показались более близко потому что российский сериал все-таки американский несмотря на то что я питаю все же любовь к америке тем не менее не прижилось и закрылись воронины на самом деле правильно не закрылись потому что начиная где-то наверное с сезона 15 или даже сезона 11 в ворониный ну для меня не стали уж не такими как раньше то есть я практически их перестал смотреть по моему где-то сезона вот краски 15 потому что уже не цепляли уже не было той ламповой атмосферы которая была с первого по десятую серию по десятой сезоны потому что начиная с 11 сезона воронинов еще можно было терпеть но они уже были не такие как раньше а вот в 15 уже совсем не такие как раньше но все же я поглядел на финал 2 в 24 сезоне и ну такой все конечно финал то есть я ожидал чего-то более такого пахального думал что может быть в конце они выпустят хоть полнометражку было прощальную увы увы сейчас секунду ребят так ребят я издевняюсь давайте глядеть на египетскую силу плюс еще теле мыло это такое дань уважения борису клево его царство небесное вот сидит такой обычный мужик хочет отдохнуть свой выходной но сил уже нет и выпускает рекламу не дочь я не пойду играть с тобой в чайную ремонт и я пойду в геншин импакт неплохо жена как я могу думать о посуде когда в мире тайвата бушу стихийные силы посуда подождет ведь я должен найти ответы у семерых богов каждой стихии я в восторге с этого мира такой яркий светлый и детализированный нафига мне это еще он слишком часто стал обновляться в последнее время поэтому я не знаю когда эта игра закончится и если у нее в принципе конец поэтому за эту игру я не сяду не просите не анастальгичнее было бы если бы были звуковые эффекты из самого из из самой заставки привет египетская сила у этого долго просили и вот наконец-то сегодня на нашем разделочном столе будет самый продолжительный и один из самых популярных российских ситкомов а именно воронины в рубрике телемыло мы расскажем вам об истории данного ситкома у нас стране и эта история крайне неординарная для многих воронины это телевизионный символ эпохи сериал смог завоевать сердца миллионов телезрителей за счет своей камерности и семейные у меня в школе практически все цитировали воронинах ну почти ламповости в отличие от абсурдных счастливых вместе и слащавых папиных дочек воронины смогли предложить более приземленные в каком-то мне и счастливы вместе были сносные хотя и не все сезоны видел и папины дочки были хороши но до того момента как они ну скажем так до того момента как например маша стала учителем вот то есть вот с этого момента папины дочки стали не те абсолютно роде универсальный взгляд на семейную жизнь с максимально понятными жизненными ситуациями и по своему я даже помню вот это зоматичными героями но история создания растянулась аж на 13 лет ведь наш образчик это по 4 сезона американского ситкома все любят раймонда 1990 вот даже из галины ивановна господи но я лишний раз повторюсь первые сезоны даже копировали серии из этого сериала ностых штатах начали набирать популярность сериалы основные нам нереально любит раймонда 1990 штатах реально реально на кости воронина похож начали набирать популярность сериалы основные на монологах стендап комик в 95 на вечернем шоу дэвида леттермана со своим пятимутным монологом выступает комик рэй романа которому после невероятно успешного выступления буквально выстроилась очередь из юристов мечтавших заключить с ним сделку о потенциальном ситкоме в поисках исполнительного продюсера сериала романа обращался к людям со схожим чувством юмора и не конверно по роман наверное лучше будет ходом к написанию материал после дюжины кандидатов ему попадается продюсер сериала тренер фил розенталь розенталь заинтриговала комичность и искренность романа который приложил к осете со своей работой записку не было трудно придумать совершенно новый материал так как мне нужно воспитывать моих маленьких сыновей близнецов после этого романа и розенталь встречаются в ресторане где обсуждают будущий проект и между делом рассказывают о своих семьях изначально романа хотел сделать сериал о комике который сидит с друзьями в кафе и болтает о жизни розенталь ответил что им нет никакой нужды снимать второго саймфилда и после сумасшедших рассказов романа о своей семье розенталь проникся идея о том чтобы снять жизненный семейный ситком про саймфилд слышал но не видел и сам романа не обладавшая особым актерским опытом смог бы сыграть по сути самого себя идея очень понравилась роман и он начал писать сериал по мотивам собственной семейной жизни своей семейной неурядицы вписывал и розенталь и так закрепился их комедийный творческий тандем производственный период включал себя одну рабочую неделю в понедельник актеры читали и прорабатывали сценарий во вторник репетировали в среду телеканал cbs проверял от репетированный материал а уже в четверг и пятницу ставили мизан сцену и проводили основные съемки в плане стилистики розенталь опирался на классический ситком у пятидесятых избегая особых отсылок на современность тем самым закрепив для сериала вневременной статус все любят реймонда стартовал на американских теле экранах сентябре девяносто шестого года сериал рассказывают о простом мужике реймонде бароне который живет со своей семьей на лонг айленде ну а дальше причем обратите внимание я не помню в каком сезоне веры и кости они обретают дачный домик ну или домик где-то на даче короче где к потом вера и коля они врезались машиной в обходную дверь и вот обратите внимание здесь на декорации и обратите внимание на то как вот этот дачный домик выглядел там вот в одном из сезонов похоже тут даже вон есть проход наверх таки реймонде бароне который живет со своей семьей на лонг айленде ну а дальше скандалы вынеси мусор помой посуду скандалы помоги с уроками скандалы вот это вот но для своего времени как раз за счет этого реймонд прорывным роман и розенталь очень тепло и с энтузиазмом рассказывают о своих семейных передрягах которые послужили прототипами для сценариев серии ситуации шутки с ними связаны и были знакомы практически каждому американцу живущему в той эпохе и такая собака будет у лени постоянные неурядицы с родителями были напрямую списаны с перепалок матери и отца фила розенталь забавно что название все любят реймонда появилась совершенно случайно когда брат рэй романа который работал полицейским как-то раз саркастично сказал вы гляньте чем я зарабатываю на жизнь а теперь посмотрите на реймонда все любят реймонда авторы использовали это высказывание в качестве рабочего названия а спустя время себе запустил сам сериал не меняя тайтл роман и к слову ненавидел это название все любят реймонда транслировался почти на протяжении девяти лет сериал набирал огромные рейтинги и закончился в 2005 году как сказал розенталь у нас просто закончились идеи похвально внезапно в 2008 году продюсером сериала поступать предложение об адаптации реймонда для российского телевидения фила розенталь а приглашать в москву на несколько дней чтобы поработать над пилотным эпизодом все любят кость за этот период бедному американцу приходится проходить почти все круги российского телевизионного производственного ада темные бункерные коридоры телестудии воршливые сценаристы суровые продюсеры напыщенная костюмерша культурные различия спешка суматоха в производстве трудности перевода высокомерные режиссеры ну и конечно же кастин отбор будущих воронинах был довольно длительным и основной задачей кандидатов было рассмешить фила розенталь ожидаемо что лучше всего это получилось у бориса владимировича клюева будущего николая петровича он практически моментально получил роль в первый же день кастин главный символ по сути один из главных символов вроде пробы на роли кости давались сложнее кандидаты банально не смешили розенталя но в итоге это удалось сделать евгению миллеру и выбор пал на него однако по каким-то причинам ген-продюсер остея александру роднянскому миллер не понравился и его вычеркнули сериала из-за чего фил розенталь был сильно расстроен и тут у нас ступать на сцену георгий донов чем розенталю привыкание к нашей родной телеиндустрии далось очень большим трудом но хотя бы его труды были не напрасно да вот только александр роднянский уходит с поста проект пилотной серии закрывают на полпути вся съемочная группа разбегается по другим сериалам а фил розенталь в итоге улетает обратно в штаты конец ребятки на этом вся история воронинах могла и закончится если бы спустя 10 месяцев розенталь у не поступил повторный звонок из москвы с приглашением возобновить работу над все любят костью каст начал пополняться и на роль галины ивановны подобрали ану фроловцева с подозрительно похожей прической станислава дужникова взяли на роль лёня подобрали веру машу близнецов и почти вернули евгения миллер пила розенталь очень хотел чтобы именно миллер сыграл русскую версию его главного персонажа вот только был один нюанс который не давал миллеру участвовать съемках он в то время служил московском художественном театре у самого олега табакова розенталью пришли тоже царство небесное выпрашивать разрешение у олега павловича на то чтобы миллер смог сыграть в их сериале по итогу табаков ему отказал но сам факт встречи удивляет вот уйду я из мхт и можете начинать свой ситку и в итоге шутка оказалась не шуткой матроскин ушел в небытие нам конец пожалуй главной проблемой для американцев стал сам подход наших к съемкам сериал постоянная спешка сжатые сроки параллельная занятость автора в других проектах съемки десятки дублей подряд и все это отзывалось для продюсеров реймонда настоящим культурным шоком штатах конце нулевых работали совершенно иначе и что уж говорить если на поиск актера на роль кости продюсерам было дано всего два дня в какой-то момент нашим продюсерам пришла в голову мысль позвать на съемки живую публику для загадрового смеха на этом свое время настаивал фил орзенталь ну что из этого вышло за меня скажет вот этот отрывок а почему нельзя смеяться они записывают со звуком смех мы наложим при пост продакшене тогда зачем нам нужны те люди все-таки формат съемок с десятками дублей подряд налагал свои ограничения возникали сложности и с отыгрышем сцены с пониманием контекста актерами но фильм загорел с энтузиазмом и в итоге ему удалось найти общий язык с режиссером а тот свою очередь направил актеров люди начали смеяться и шарманка начала играть но как вы можете заметить это не совсем те воронины которых мы знаем после того как фил орзенталь поработал над пилотом и улетел домой эстез заменил веру и кости теперь их играли катерина волкова и георгий дронов а декорации были полностью перестроен и кажется даже рэй романа остался доволен костей вроде он хорош тебе нравится да он отлично справляется таким способом воронины понесли свободное плавание настоятельно рекомендую полностью посмотреть документалку экспорт реймонда про всю эту заварушку иль признаться честно хоть местами и манипулирует зрителям показывая с помощью магии монтажа как розенталь участвую но очень неловко находиться в россии посредством неловких пауз но все же это интереснейший экскурс за кулисы российского телевидения сняты от лица иностранных гостей что согласитесь не часто увидишь плюс это те самые времена когда сериала стс еще не были прилизанными и не обладали огромными бюджетами и все снимали максимально простых декорациях что по-своему мило и наконец-то в ноябре 2009 года воронины выходит на российские телеэкраны на мой взгляд воронины в качестве адаптации американского сериала очень хорошо зашли в российских реалиях в отличие от тех же счастливого месте где все ходят в американизированных нарядах своей двухэтажной квартире в ворониных очень хорошо передали камерность российской квартиры стоит заменить некоторые аспекты американской жизни как сэндвич с тунцом на солянку с колбасой или хлопья с игрушкой на чайок со сгущенкой и все действие приобретает новые родные краски учить его первой сезон они пока покадыва практически повторяли сезона реймонда но потом уже ушли в самостоятельность этого это что родители в ворониных живут буквально в соседней квартире через балкон они как в реймонде через дорогу и порой действие начинает приобретать какую-то особую щепетильность ведь в российских квартирах можно смело забыть о личном пространстве но в целом это еще один момент в копилку жизненных аспектов сериала ведь в наших реалиях подобная нередкость должен признать что георгий дронов в роли кости очень даже неплох но самый заметный и неповторимый отличительной чертой оригинального реймонда был голос рая романа если вы смотрели ледниковый период это мы лету это бубнящая зануда мани и есть голос рая романа кости же вышел более вспыльчивым при этом сохранив типаж маленького сыночка вера с другой стороны это полный пробок дебора в оригинальном сериале это типаж стервозной свой нравной жены что на контрасте с ее слюнтяйным мужем дает отличный комический эффект местный верит и не веришь не веришь ее раздражению от галины ивановны не веришь ее независимость и не чувствуешь такого сильного контраста между ней и кости до поры до времени да дальше по сезону это будет раскрываться возможно это мисс каста екатерина волкова просто слишком мила для этой роли на что там постарше брать ну на мой вкус наш лёня несколько проигрывать своей американской версии роберт если роберт это невероятно высокий безэмоциональный саркастичный дядька эдакое архетипичное воплощение старшего брата то лёня вышел скорее карикатурным большим ребенком таким пупсиком ну буду честен иногда он меня писил но иногда и радовал веру я у вас тут это зонтик брал ну нормально его кстати вот здесь сверху можно заклеить материал еще целый по мне роберт получился более правдоподобным и смешным можно с полной уверенностью сказать что дети в реймонде самоочарование будто сошли с упаковок киндер шоколада а у нас же маленькие об обусы которые смотрят по сторонам и не знают что вокруг них происходит но в чем воронины по мне точно уделывают оригинал так это родители николай петрович и галина ивановна получились максимально выразительными обаятельными если в реймонде до поры до времени потом галина ивановна станет более коварной бабушка мари маячила где-то на вторых ролях а дед фрэнк представлял собой типичного реднека который сейчас бахнет пивка и пойдет голосовать за трампа то наши варианты ну думаю вы сами знаете просто сравните у реймонда более наигранно чем у нас реймонда более наигранно чем у нас у нас этим героем веришь и каждый их фразе ты веришь приготовишь мне солянку который был в унитаз что я просил то есть размывается грань между тем что вот как вам такое объяснить в реймонде они как будто бы играть самих себя здесь же они играют тех кого должны играть готовить солянку то есть перед тобой не борис клюв а краски николай петрович как дура ее приготовила там не было копченой колбасы один раз я забыла положить копченую колбасу и что костя скажи без чего солянка не солянка без колбасы пап из какой без копченой слышала конечно же это заслуга бориса клюева и аны фроловцевой которые отменно отыграли свои роли вывалив наружу мощнейшую театральную школу в самом лучшем понимании слов но вот что в реймонде точно сделано лучше так это особенно борис клюев даже хорош когда он граф рашфор оставка в первом сезоне это довольно приятное интро из 90-х с представлением всех героев а в последующих сезонах это забавная нарезка о том как родители эпично наведываются в гости но я вот совершенно не понимаю зачем в воронинах сделали этот странный закос под dvd меню зачем под эту неловкую нелепую музыкальную тему ну хоть мемов с ней понаделали немало это хорошо в целом воронина получились очень самобытными собственно из этого мема я вот в том году когда тот мем появился и пересматривал еще не смогли знатно подергать за струны российской души для нас тут и когда по и когда они появились на море т.в. или мор т.в. не знаю как правильно я их еще раз решил пересмотреть что их растянули аж на 552 эпизода и проще говоря 24 сезона в 2017 сериал вошел в книгу рекордов гиннесса как самый долгоиграющий ситком в истории кстати все любят реймонда закончился в 2005 году на 210 эпизод к тому моменту характера героев то есть по сути если так посчитать то мы выкрутили на максимум так например реймонд стал более капризным а дебра более стервоз сериал поставил милую точку где реймонд без слов признается дебре в любви и все бароны ужину и причем самое интересное то у нас тоже было с будет и сдурят на кухне техничный косплея тайного вечеря стс же после того как адаптировали все серии реймонда начали делать совершенно оригинальные эпизоды поначалу старались держать стиль но к сожалению ничто не вечно герои все чаще выбираются на улицу и все действие начинает напоминать очередной несамобытный проходной стерильный проект от стс да когда они начали на когда они начали вот делать серии про отдых то ли в туции то ли где-то еще сериал стал резко не смешным то есть а вот реально вот последнюю серию посмотрел чисто из-за того чтобы просто узнать чем все закончилось это так было не смешно идти же пассатижа вот ей богу это невыносим был смотреть замечали что все сериалы тест с выглядит по рекламному одинаково события растягиваются до неприличия а штамповка серии приобретают масштабы космического канвей и особенно посмотрите на вот картинку она вообще ни разу не ламповая вот сейчас поставьте на картинку вот этих свежих новых сезонов и посмотрите на картинку старых сезонов и почувствуйте разницу раньше значит лучше ира скандале в семейке и не думают прекращаться и кажется им давно бы уже не помешал хорош такой семейный психолог но в октябре 2019 года через десять лет после старта на двадцать четвертом сезоне воронины подходит концу галина и главный николай петрович переезжает сочи что заставляет костю рыдать на фоне моря по-своему лиричный даже красиво мама сыночка мериться но через 30 секунд все семейство ворониных снова сборе у квартире и почти также косплея тайную вечерю хэппи-энд 2020 году по сети начинают гулять слухи о еще одном продолжении сериала о тихо 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 сети начинают гулять слухи о еще одном продолжении сериала сколько ж можно да и как вовремя умер борис клюев спасибо ему даже хочется сказать но все они сходят на нет когда первого сентября 2020 года приходит по-настоящему печальная новость на семьдесят седьмом году жизни умирает борис владимирович клюев миллионы фанатов оплакивают артисты с теплотой в душе вспоминают его самую известную роль на телевидении и на этом моменте эпоху ворониных официально можно считать закрытый саронина это знаковый сериал для российского телевидения пройдя путь адаптации состоявшие из диких случайностей неурядиц он впоследствии смог стать чем-то самобытным и родным это хороший пример того когда за адаптацию берутся с умом и душой когда творческая искра оригинального автора зажигает огонь других когда жизненные ситуации универсальны для всех для америки и россии и поэтому они всем будут смешны запеленной стерильных стесных проектов таких ситкомов как старые воронина нынче не хватает и я крайне сомневаюсь что в ближайшее время мы получим что-нибудь достойное но поживем увидим но я пойду сейчас смотреть египетских воронинах да такие есть египетская сила как же не хватает анки спасибо за внимание подписывайтесь имеется виду анка и за него кроссинг ну в общем как-то вот так вот а насчет поживем увидим в такое время увидеть там мы увидим но поживем этому все